Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Всем известно, что наши двигатели не молодеют. И, к сожалению, система вентиляции картерных газов всё больше и больше дымит, всё больше и больше выкидывает масло, и с этим ничего не поделаешь. Такова судьба любого двигателя внутреннего сгорания. Все знают, что система вентиляции картерных газов подключена к впускному коллектору. И при активном участии системы EGR мы получаем на системе впуска масляно-воздушную смесь плюс копоть. В итоге нагар на клапанах впускных, нагар на впускном коллекторе, ну, со всеми вытекающими, когда отрываются от клапанов куски нагара, либо клапана перестают уплотнять систему впуска, ну и другие ужасы, вытекающие из, грубо говоря, застренной системы впуска двигателя вашего автомобиля. Вариантов решения проблемы несколько. Первое, это самое правильное и надёжное, это своевременное ремонт и обслуживание системы впуска и системы газораспределения, вплоть до замены компрессионных и маслосъёмных колец в шатон в пышневой группе. Существует, естественно, простейший радикальный способ борьбы с этой особенностью стареющих двигателей. Это просто выпустить шланг вентиляции картерных газов просто на улицу. Некоторые, чтобы не палиться, запускают его в раму, то есть, ну, пытаются убить сразу несколько зайцев, типа ещё и рама у них там вентилируется и обрабатывается маслом, и никогда не сгниют. У некоторых ребят даже есть график левая половина рамы в этом сезоне, в следующем сезоне другая половина рамы обрабатывается маслом. В принципе, решение прикольное и даже в некоторых местах работает. Но лично я сторонник не таких радикальных методов, как капитальный ремонт, и совсем не приветствую, когда люди выкидывают шланг вентиляции картерных газов на улице. Я сейчас говорю не за экологию, а за то, что всё-таки существует эффект обратной тяги, во-первых. Во-вторых, ну, то есть, может теоретически засосать песочек в подклапанную крышку, второе, это есть всё-таки вероятность обмерзания этого шланга, закупорки и, как следствие, выдавливания масла в движке, ну, скорее всего, выбьет щуп, скажем так, потому что это самое-самое слабое звено в системе уплотнения вентиляции картерных газов. Но самый важный момент здесь это то, что выкидывая шланг на улицу, люди нарушают нормальный ток картерных газов, потому что масляное облако должно равномерно распределяться под клапанной крышкой в системе ГРМ, во-первых. Во-вторых, вакуум в системе разрежения позволяет постоянно откачивать вот эту вот масляную пыль и, самое главное, угарные газы, которые проникают в гизни плотности шатунно-поршневой группы. Таким образом, остаётся единственный вариант это использовать маслоотстойник. Я пробовал несколько различных модификаций, включая китайские, плюс какие-то там немецкие, изначально предусмотренные с завода, типа там Volkswagen, BMW и всякое такое, но остановился на одном единственном варианте. Естественно, он был из Китая, но это была не маслопомойка для стрит-тракеров красного цвета, там и всякое такое, а очень простое и банальное устройство, на которое работает предельно эффективно. И что самое важное, позволяет контролировать уровень накопленного масла при каждой замене. Что же это за такой хитрый девайс? И, кстати, очень бюджетный по сравнению с любой маслопомойкой из Китая. Посмотрим. Друзья, в общем, вот такой бурбулятор. Это фильтр. Обычный водопроводный фильтр для садов-огородов продается на Алиэкспресс, стоит копейки. Хитрость конструкции его в том, что он очень эффективно работает. Даже не надо набивать внутренний объем губкой. Его я не открывал почти год. Вот. За это время он набрал грамм 30-35 масла. Смотрим внутри. Все практически сухо. Но в то же время в фильтре есть масло. Все соединения на манжетах, на уплотнителях. То есть ничего никуда не выскочит, ничего никуда не пролетит. На впуске мы видим влажный патрубок. На выходе, который соединяется непосредственно с впуском, все сухо. Почему такая конструкция идеальна для маслоотделителя? Потому что газы, выходящие из картера, 100% проходят через эту сетку, где отбивается масло, и только потом уже попадает в впускной тракт. В отличие от подобных стритрейсерских, китайских маслопомоек, где вы видите, что вход в маслоотделитель и выход практически рядом и ничем не блокируется, как вот в этом фильтре. И в осадок масла там попадает какой-то микроскопический процент. Здесь масло оседает полностью. И, конечно же, простота использования, простота эксплуатации, видимый объем наполнения масла и цена. Ссылку на этот фильтр я оставлю в описании, а сейчас покажу, как он установлен. Как вы видите, из этого участка вырезан только лишь вот такой вот угловой сегмент, и вместо него установлен маслосборник. В дополнительном креплении он не нуждается, он очень легкий, ни за что не задевает, ничему не мешает. Друзья, вот такое простое, элементарное китайское устройство, которое, казалось бы, не предназначено для автомобиля, но работает здесь просто предельно эффективно, за небольшие деньги. Надеюсь, видео в очередной раз было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не болейте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok